Еще летом 2011 года в Туле произошло громкое убийство. 20-летний Иван Иванченко обвиняется в убийстве своей знакомой Марии Шкарупы, ее матери и троих малолетних детей. Их тела были найдены в квартире дома номер 102 по улице Кутузова, в которой жили погибшие. Тела были обнаружены спустя неделю после убийства, 1 августа. Кроме того, Иванченко обвиняется в похищении с квартиры имущества на общую сумму 3 тысячи рублей. 30 с половиной тысяч рублей. Часть вещей он выбросил, часть попытался сдать в ломбард. 5 августа Иванченко был заключен под стражу. После утверждения обвинительного заключения, уголовное дело в середине лета было направлено в Тульский областной суд. Обвиняемому угрозит пожизненное заключение. Обвинение считает, что в виновности он нашла полное свое подтверждение. Доказательств достаточно, чтобы вынести отношение в обвинительный приговор. Обвинение считает, что он заслуживает пожизненное лишение свободы. И в конце декабря суд выносит вердит для Иванченко. Виновен. Назначить Иванченко и Ивану Алексеевичу наказание в виде пожизненного решения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с исчислением урок отбывания наказания с 3 августа до 2017 года. В апреле этого года в Богородицком районе четверо злоумышленников совершили разбойное нападение на семью Саркисяна с угрозой применения огнестрельного травматического оружия, пистолета марки ТТ. Преступники вошли в дом и стали угрожать членам семьи, в том числе малолетним детям. Забежали как бешеные. Я вообще не поняла, что происходит. Взяли вот так вот за шиворот, взяли и швырнули, они вот сюда на диван и начали. И тут пошла руками, ногами от пистолета вот этой ручкой бить. Детей, дети кричат, орут, темно. Отца вот так вот взяли за шиворот, потянули, бросили туда, на пол. Защищаясь от нападавших, Саркисян взял кухонный нож и нанес множественные колыто-резанные раны нападавшим. От полученных повреждений трое из них скончались. Еще один скрылся с места преступления, но в мае 2012 года он был задержан. Из данного гражданина сегодня не делать героя, поскольку, я еще раз повторяю, что между, и зная события, те обстоятельства, которые, там чистая случайность, чистая случайность, что преступники ошиблись выходом. Там чистая случайность. Если бы этого не произошло, то могла бы быть совершенно обратная реакция преступников, совершенно обратный бы выход из всех этих событий. И мы сегодня бы с вами обсуждали ситуацию, которая была бы самой, наверное, большой драмой в Российской Федерации. Но уже 14 декабря можно было делать из гигамма героя, так как уголовное дело в отношении богородицкого предпринимателя было прекращено. Следствием установлено, что убийство троих злоумышленников, напавших на его семью, он совершил в рамках необходимой самообороны. И завершается год еще одним громким преступлением. 21 ноября совершено убийство заместителей генерального конструктора ГУП «Конструкторское бюро приборостроения» филиала «Цкип» спортивного охотничьего оружия Вячеслава Трухачева. Версии в ходе расследования уголовного дела отрабатываются разные, начиная от его трудовой деятельности и заканчивая бытовыми мотивами. На настоящий момент преступление пока остается нераскрытым. Камеры наружного наблюдения ювелирного магазина «Сапфир и Цкип СОО» зафиксировали, как Вячеслав Трухачев вышел с работы и пошел в сторону улицы Литейзина, после чего его, видимо, окликнул убийца. Тот обернулся, пошел обратно, а убийца, подойдя вплотную, выстрелил в упор. 24 ноября в Туле на аллее почетных захоронений похоронили конструктора, но убийца Трухачева по сей день не найден. Хотя полиция объявляла и денежный гонорар за помощь в расследовании, и видеозапись с камер наружного наблюдения в интернете выложили, но результата пока нет. Анастасия Ландратова, Тарас Якимов, Теле Тула.